А сейчас я покажу вам, как в домашних условиях проверить, есть ли увеличенные жировые комочки Биша или нет. Нужно их удалять или нет. Они расположены в средней зоне щеки, вот в этой зоне. И если они гипертрофированы, ткани намного быстрее опускаются, оголяются скула, появляется носогубная морщинка, уголки рта опускаются, становятся более видимыми. Поэтому их желательно удалить, если они есть в гипертрофированном состоянии. А сейчас я буду показывать, как я определяю. А вы можете перед зеркалом сами определить у себя как раз этот объем жирового комка Биша. Приоткройте чуть-чуть ротик. Ставим указательный палец, ротик закрываем. Указательный палец как раз в область средней третий щеки. И большим пальцем начинаем щупать толщину. И должны запомнить вот этот объем, который есть у нас между пальчиками. Запомнили. А сейчас вы можете вынять пальчики и лечь в горизонтальное положение. А мы пациентку также положим в это горизонтальное положение, не вынимая пальцы. Очень важно проводить измерения в том же месте, в котором мы проводили вертикальное положение, делать это в горизонтальном положении. И мы можем отметить, что толщина щеки уменьшилась. Почему она уменьшилась? Потому что эти жировые комочки, которые в центре щеки расположены в вертикальном положении, в горизонтальном положении они смещаются к ушной раковине. И мы уже определяем толщину щеки без этих жировых комков Биша. И тогда мы можем определить, если это изменения пару миллиметров, смысла операции нет. Но если это изменение 5-8, иногда до 1 сантиметра толщина меняется, тогда есть смысл подумать об операции удаления этих жировых комков Биша. Почему? Потому что это и профилактическое решение дальнейшего опущения тканей. Это профилактика старения. Если вам понравился этот тест, поставьте лайк. Я буду вам благодарен. Если у вас есть вопросы, если у вас есть комментарии, пишите. Я обязательно на них буду отвечать. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующих роликах. Удачи вам!